Не рассчитали силы больших автомобилей. Узкая дорога на выезде из Балакова стала гоночной трассой. Водитель Краснодарского большегруза вовлек в скоростную игру остальных участников движения. Он неожиданно, уже подъезжаем сюда, можно на регистраторе посмотреть, и он неожиданно с него выскакивает и все, и пошел. Зацепил. Александр Переверзис теперь просматривает запись, сделанную его видеорегистратором. Водитель большегруза, проигнорировав сплошную, выехал на встречную полосу движения. Ну, немножко разогнался, не успел остановиться. Обгонять нельзя, просто был или в речку падать, или останавливаться в кого-то. Может, вы главное скажете, что вы пьяны? И когда вы вышли из машины, мне хотелось вам помочь. Господи, да у меня другой водитель, я при чем здесь? Свидетели аварии утверждают, что водитель большегруза был пьян. Без ряда экспертиз, невооруженным глазом увидели его нетрезвую походку. Он вышел из машины, я хотела ему помочь. Он был в таком состоянии, что, понимаете, он даже не соображает, какие документы, что он даже не может произнести. Посмотрите, вон какое. Безобразие. Мы тут вызвали через две минуты ГАИ, только сейчас приехали. Нам говорят, никто не звонил. Баррикада из трех автомобилей парализовала движение на пять километров. Почти полтора часа палящего солнца дают о себе знать. Люди громогласно находят виноватых в лице сотрудников ГИБДД. Девочки, мальчики, ну смотрите, что творится. Спокойствие поразительное. Да, просто в такой, да. Час назад позвонили, просто удивляет равнодушие. Нет каких-то людей, пробки с двух сторон. Никто не звонил. В избежании словесного бунта в экстренном режиме проводят экспертизу аварии, опрашивают участников ДТП и свидетелей. Среди последних нет полного согласия. Я только что говорю, идет молодой, качнула его наркоман. Стало плохо взрослому человеку, пьянице. Мы что можем знать, что с этим водителем? Ну кто может сказать, что он пьяный? Этот человек на скорости 100 километров в час увидел в машине, что он пьяный. Воняет алкоголем. Да, пахнет алкоголем. Растаскивают автомобили в разные стороны, чтобы освободить проезд обозленным оттомительного ожидания водителям, которые забыли о главном, о сохраненных жизнях. Исход аварии мог оказаться гораздо страшнее. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-Центр, Саратов. Олег Бирюков, ТВ-Центр.